Вот уже 10 лет я играю в Майнкрафт. Когда я только вспоминаю про это, у меня аж дрожь по телу. Что для тебя, Майнкрафт? Какие-то веселые прохождения, мини-игры, пвп, может быть какие-то постройки? А теперь вспомни свой самый первый день, когда ты зашел в эту игру. Вначале вроде бы все было миленько и мирно, но внезапно наступала ночь и ты боялся так, как будто бы ты зашел в какой-то хоррор, а не в игру для детей. Сквозь страх мы закапывались под землю, лишь бы нас не убили монстры. Помнишь такое? Сегодня я попробую вернуть себе и тебе те самые ощущения, когда ты заходил в первый раз в игру Майнкрафт. Мы попробуем пережить ночь в Майнкрафте так же, как мы выживали в первый раз. Ничего не зная, ничего не подозревая. Наивные и любознательные нубики. И чтобы было чуточку интереснее, я решил повыживать в Майнкрафте с RTX графикой, потому что я ни разу с ней еще не выживал. И это действительно получится моя первая ночь в Майнкрафте RTX. И нифига себе, я заспаунился возле зомби-деревни. Десять лет назад, когда я начинал играть в Майнкрафт, никаких зомби-деревень не было. Да и вообще деревень еще не было. Поэтому мы убегаем от нее подальше. О, но вот это уже больше похоже на правду. Честно говоря, когда я зашел впервые в Майнкрафт, я даже не знал, что нужно добыть дерево. Я ничего не знал об этой игре. Я просто так в нее зашел, потому что ее мне посоветовал мой друг. И я думал, что я достаточно умный, чтобы разобраться в этой игре. Но все оказалось не так просто. Первым делом я попробовал копать землю. И мне так это нравилось. Я наслаждался каждым блоком, который я ломал. Но потом я все-таки допер, что нужно добыть дерево. А пока я добываю наше самое первое дерево, напиши в комментариях, когда ты начал играть в Майнкрафт. И какая у тебя была первая ночь. Честно говоря, я решил записать это видео, потому что я со своим другом обсуждал наш первый день в игре Майнкрафт. И так получилось, что мы рассказывали одно и то же друг другу. И он и я в первую ночь залезли просто в яму, которую мы выкопали своими руками. И просидели там всю ночь и слушали, как зомби ходили у нас над головой. Ох, какая красивая ромашка. Правда, ее тоже в Майнкрафте еще не было. Когда я в первый раз в него зашел. Я вот уже бегаю несколько минут по этому миру, и я до сих пор не понимаю, что я делал. Я только помню саму ночь. А вот что я делал днем, я вообще не помню. Я помню, что я каким-то образом разобрался, что из дерева можно сделать доски. А потом из досок я смог сделать верстак. Но дальше я разобраться не смог. Дело все в том, что когда я начинал играть в Майнкрафт, никаких вот этих вот крафтов здесь не было. И я не знал ровно ни одного крафта. Я вообще офигел, что я смог сделать верстак. Ни о каких кирках, лопатах я вообще не слышал. И поэтому в первую ночь меня просто убили. Но потом я решил зайти на YouTube. Я нашел первое попавшееся видео по Майнкрафту, и решил его немножечко посмотреть. Всем привет, с вами Эл, и я собираюсь показать вам игру под названием Майнкрафт. В этом видео парень сказал, что в первую ночь нужно обязательно добыть уголь. И показал самые примитивные крафты. Тогда-то я и узнал, что можно сделать деревянную кирку. Он на самом деле там не только деревянную кирку показывал, как крафтить. Он еще что-то показывал, но я просто все забыл. И запомнил только кирку и факел, что мне в принципе и было нужно. Возьмем две палки, три доски и получим кирку деревянную. Еще он рассказал в видео, что нужно сделать небольшую пещерку в горе, в которой и переждать первую ночь. Никаких кроватей тогда не было. И нельзя было пропустить ночь. Поэтому приходилось сделать вот такое вот углубление в горе. И в нем сидеть абсолютно всю ночь. Ну что, каменную кирку мы тоже сделаем. Кстати, в той версии Майнкрафта, в которую я играл, даже не было голода. И поэтому я не умирал с голода. Даже как-то об этом не думал. А вот сейчас-то стоит об этом задуматься. У меня три единицы голода осталось. Признаться честно, когда я первый раз выживал в Майнкрафте, мне не удалось пережить первую ночь. И я очень сильно разозлился, испугался. И целый день после этого не играл в Майнкрафт. Но потом я снова вернулся, уже посмотрев перед этим видео. И я наконец-то смог пережить первую ночь в Майнкрафте. Наверное, эту ночь мы и попробуем сейчас воспроизвести. Я точно помню, что я сделал вот такую вот шахту. Еще я помню, что парень показывал в видео, что он добывал какую-то руду с черными камешками. Это, конечно, был уголь. Но я этот уголь так и не смог найти вплоть до ночи. Блин, какой классный закат в этом Майнкрафте RTX. Все произошло ровно так же, как и в мою первую ночь. Мы не смогли найти уголь. И я тебе больше скажу, я даже не умел делать дверь, поэтому я закрывался вот таким вот образом. А вот и уголечек. А потом была очень смешная ситуация. Я внезапно понял, что кирка в крафте выглядит так же, как она и выглядит в принципе. И тут я начал экспериментировать. Я начал убирать по одному камушку и внезапно обнаружил, что я могу сделать лопату. Вот тут-то я и офигел. Я понял, что лопатой можно копать быстрее землю. Но и на этом я не остановился. Правда, я теперь от голода умираю. Ой. Эй, коровка, ты не хочешь умереть? Спасибо, давай, давай, умри. Я помню, что в первую ночь ко мне пришло очень много мобов. Но я от них закрылся блоками и просто сидел и ждал, пока закончится эта сраная ночь. Все остальное время ночью я пытался экспериментировать с крафтами. И каким-то образом я случайно сделал каменный топор. Блин, как сейчас помню. Я просто что-то тыкал, 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 и у меня получился топор. Потом у меня этот топор сломался, и я не мог его снова сделать. Я пытался вспомнить, каким же образом я его сделал, но так и не вспомнил, и мне пришлось загуглить. Блин, я реально не понимаю, почему так мало мобов появляется. Ой, а вот уже и зомби, здравствуйте. Не, тогда я ни с кем не дрался. Я просто убегал от них и делал вот таким вот образом. Все оставшееся время ночью я просто копал камушек. Я расширял наш домик, мне было так уютно. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, как я делал дом. На самом деле, даже я припоминаю. Я помню, что я входил через такой вот туннель. А потом у меня была развилка на две комнаты. Одна комната у меня была слева. И там я планировал поставить сундуки, потому что я знал, что их можно сделать. Там я планировал складывать вещи. Ну, в общем, такая комната уюта. А во второй комнате я хотел поставить печки, в которых я буду все переплавлять. Ну, в общем, заниматься всяким изделием и так далее. А ночь, тем временем, все еще не заканчивалась. Вдруг мне стало интересно выйти и посмотреть, что же там происходит. Потому что я просто не знал, что еще поделать. И я решил выйти. И даже решил сразиться. Я напал и начал просто драться топором, лопатой. И вот так вот бил, бил просто. И меня убили. Проблема только в том, что я весь день бегал. И я убежал очень далеко от спавна. И когда я зареспавнился, я так и не нашел свой дом. И в итоге я просто решил создать новый мир, потому что решил, что я проиграл. Вот как-то так я и пережил первую ночь в Майнкрафте. Десять лет тому назад. Давай поговорим по душам. Как бы это было не смешно, я действительно старый по сравнению с тобой. Мне уже 21 годик. И я 10 лет играю в Майнкрафт. Когда я начинал играть в Майнкрафт, ты был еще совсем маленьким. И скорее всего, ты начал играть в Майнкрафт совсем недавно. И скорее всего, у тебя было все по-другому, потому что ты моложе меня, и голова у тебя мыслит по-другому. У моих сверстников было все примерно так же. Я специально до записи поспрашивал своих друзей, и у всех примерно было одно и то же. Поэтому мне интересно, как было у тебя. Я жду от тебя в комментариях. На какой версии ты начал играть в Майнкрафт? Был ли это Майнкрафт на компьютере или на телефоне? И, конечно, самое главное, получилось ли у тебя пережить ту самую первую ночь в Майнкрафте? Потому что у меня, как ты понимаешь, не получилось. Жду комментариев, прочитаю каждый. И, конечно же, не забудь подписаться на канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok